Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Практически каждому из нас на протяжении жизни приходится узнать дорогу в службу соцзащиты населения. И далеко не всегда это происходит по достижению пенсионного возраста. Мои гости сегодня разъясняют, на какие меры социальной поддержки может рассчитывать обратившийся за помощью гражданин. Это Ирина Николаевна Гриднева, заместитель и руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Приветствую, Ирина Николаевна! Добрый день! Здравствуйте! Давайте поговорим. Вот первый вопрос, наверное, конечно, как все-таки повлияла ситуация с коронавирусом в Самаре на деятельность департамента, в котором вы работаете? Конечно, пандемия, несомненно, сказалась на деятельность нашей службы. Но и, впрочем, как на все другие службы нашего города. Конечно же, соцзащита, соцподдержка, социальная сфера является особенным направлением. Поэтому здесь все социальные службы города работали, так сказать, в усиленном режиме. Требовалось не только выплатить вовремя все льготы, выплаты и пособия, которые предоставляются у нас на территории города, но также особое внимание обратить на граждан, которые у нас в более уязвимой ситуации оказались. Это одинокие, одиноко проживающие граждане 65+, маломобильные граждане, которые тоже оказались в сложной ситуации в связи с этой пандемией. И нами были предприняты все меры для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан. А давайте подробнее поговорим об этих мерах. Вот какие конкретно меры поддержки были оказаны вот именно этим слоям населения? Если можно, Ирина Николаевна, приведите пример, пожалуйста. В первую очередь, в волну пандемии весной 2020 года на территории Самары был открыт волонтерский штаб «Мы вместе». Задача которого стояла не только реагировать и помогать одинокопроживающим гражданам, но также особое внимание уделять, можно сказать, обычным гражданам, но кто оказался в сложной ситуации из-за ограничительных мер. Кто-то сидел на карантине, кто-то у нас там попал в больницу, к примеру, и не было родственников, которые могли бы принести туда необходимые вещи какие-то. Да. Вы знаете, а сейчас продолжают работу волонтеры, штаб, колл-центр? Штаб вот как начал работать у нас в марте 2020 года, так и продолжает работать по сей день. Но учитывая, что у нас ситуация в октябре этого года ухудшилась эпидемиологическая, значит, штаб активизировал свою работу, увеличилось количество звонков у нас. Это не всегда, конечно, звонят люди, которым нужна помощь при приобретении предметов первой необходимости. Также звонят люди просто, которым требуется моральная поддержка. Могут позвонить за советом, проконсультироваться по поводу вакцинирования. Много звонят у нас жителей, чтобы предупредить тех, кто у нас нарушает ограничителя меры. Есть и такие сознательные граждане. Да, и жители, также организации, которые вдруг у нас не соблюдают указ президента и постановление губернатора. То есть есть и такие звонки. Но при обращении их на горячую линию у нас волонтеры помогают каждому, буквально каждому обратившимся, советам, какой-то консультацией и, соответственно, выполнением той заявки, которую они нам составляют. Но наверняка это и психологическая, и юридическая помощь в том числе. А вот какие, может быть, просьбы или вопросы лидируют? Можете ответить? Да, конечно же, у нас лидируют, в первую очередь, это продукты питания. Учитывая, что были сложности у нас с QR-кодами, не каждый мог выйти у нас и попасть в магазин. Были введены у нас режим самоизоляции, ограничительные меры. Вот поэтому, в первую очередь, это, конечно, продукты. Второе место – это у нас медикаменты. Здесь у нас волонтеры, я считаю, просто совершают подвиги, потому что им приходится выставить очереди в поликлиниках, чтобы получить рецепты, затем сходить в аптеку и принести необходимые лекарства нашим клиентам. Ну и если приводить какие-то интересные, конечно, случаи, то, как правило, у нас уже есть постоянные, так сказать, наши клиенты, которые обращаются к нам раз в неделю. У них уже составлен определенный перечень продуктов, и всегда им хочется, чтобы к ним приходил один и тот же волонтер. То есть это вот такая интересная история. У нас нет такой возможности, потому что волонтеры у нас работают по, как это правильно выразиться, по совместительству, свободное от своей работы время, либо там после учебы, если это студенты. Надо же понимать, что волонтерская деятельность, деятельность добровольная и неоплачиваемая, поэтому здесь, конечно, нужно, наверное, с человеческой точки зрения еще и понимать. У нас есть сюжет на эту тему. Ирина Николаевна, давайте его вместе с вами посмотрим. Светлана Певцова в рядах волонтеров уже пятый год. В штабе акции «Мы вместе», который заработал год назад в разгар пандемии, принимала звонки, а теперь решила попробовать себя в роли доставщика лекарств и продуктов первой необходимости, в которых нуждаются маломобильные, одиноко проживающие самарцы, а также пожилые люди старше 65 лет. Сменить деятельность решила из-за большого желания лично помочь людям в эпоху коронавируса. Я хочу заниматься именно вот этой деятельностью, потому что сейчас волонтеры очень нужны. Я хочу доставлять продукты или карты в первой необходимости гражданам 65+. Хочу им именно помогать в этой ситуации. Все продукты покупаются в небольшом количестве, так как по правилам вес корзины не должен быть более 5 килограммов. Покупка оплачивается заказчиком. Закупившись в магазине согласно списку, Светлана отправилась выполнять свою первую доставку к Людмиле Григорьевне Нутаревой. Пенсионерка регулярно раз в неделю заказывает у волонтеров доставку продуктов на дом. Сама выходит на улицу раз в две недели. Ходить уже тяжело, признается Людмила Григорьевна. Поэтому помощь волонтеров просто необходима. Полезно для таких, как мы. Мне 91 год, мне же полезно, чтобы лишний раз носить. Я не могу много. Приносят. Спасибо. Перед тем, как волонтер выполнит заказ на доставку, заявитель должен позвонить на горячую линию волонтерского штаба администрации города по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Специалисты принимают заказ только у тех, кто не стоит на надомном социальном обслуживании. Заявку обрабатывают и передают в районный филиал волонтерского штаба. После получения секретного кода для связи с заказчиком и списка продуктов, волонтер отправляется в магазин. Звонков приходит достаточно много, но это опять-таки зависит от дня недели. То есть в начале недели поступает больше звонков, в конце недели поступает тоже достаточно много звонков. Позвонить на горячую линию могут жители города старше 65 лет, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Волонтеры на деньги заявителя могут купить продукты питания, лекарства, а также помочь оплатить онлайн-услуги ЖКХ. Ирина Николаевна, какие меры поддержки граждан все-таки предусмотрены в связи с этим в Самаре на сегодня? Несмотря на сложившуюся ситуацию и ограничительные меры на территории Самары, социальная поддержка оказывается за счет средств бюджета городского округа Самары в полном объеме. То есть ни одна мера была не приостановлена. Муниципальные меры у нас направлены, в первую очередь, на снижение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, на оказание помощи гражданам в улучшении жилищных условий. Это и выплаты на ремонт предоставляются, и социальные выплаты на улучшение именно жилищных условий. Это оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Не забываем мы про отдых и оздоровление наших граждан, и также услуга социальной такси. Помощь предоставляется, конечно же, не всем жителям, а только определенным категориям граждан. Это в первую очередь, опять же, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи с детьми инвалидами, малоимущие семьи, то есть социально незащищенная группа населения. И отдельно, наверное, выделю я медицинских работников. Да, давайте об этом обязательно поговорим, потому что из-за пандемии, конечно, медики связываются просто с колоссальнейшей нагрузкой. Скажите, пожалуйста, вот оказываются 100% да, меры социальной поддержки, вот только какие, Ирина Николаевна? В рамках реализации национального проекта здравоохранения, за который мы отвечаем, в администрации города с 2020 года реализуется программа сохранения и укрепления общественного здоровья. В рамках программы, учитывая наибольшую кадровую востребованность участковой сети, предусмотрены у нас меры. Это ежемесячные денежные выплаты участковым врачам и медицинским сестрам, молодым специалистам категории до 35 лет, в размере 5000 рублей врачам и 3000 медицинским сестрам. Компенсация медицинским работникам арендной платы за жилье, при условии, что они работают в поликлиниках, расположенных в Куйбышевском и Красноанглинском районах. Мы подвели итоги, проанализировав эти выплаты, и было принято решение о расширении этой меры. И с 2022 года компенсацию за аренду жилья могут получить у нас участковые врачи и медицинские сестры, не только работающие в Красноанглинском и Куйбышевском районе, но также во всех внутригородских районах города. То есть это вот новое то, что мы разработали в этом году. То есть с 2022 года. Кстати, вот эти все выплаты начисляются автоматически, либо их нужно оформлять? Ну, соответственно, первый раз обязательно требуется обращение личное, либо законного представителя к нам в службу. И личный визит, личный приход, личное заполнение всех заявлений. Да, личное, либо законного представителя. Что было нами предусмотрено в условиях вот этих ограничительных мер? Значит, предусмотрели то, что не обязательно к нам будет приходить еще раз дополнительно, если мера была ранее уже оформлена, и гражданин получал эту меру, то она автоматически продлевалась в условиях ограничительных мер. То есть это, я считаю, тоже было сделано шаг навстречу нашим жителям. Ну, а если специалист уволился, он, разумеется, прекращает получать эту меру соцподдержки, здесь уже уведомление приходит в соцзащиту, либо нужно опять прийти и уведомить. Вот чтобы здесь накладки не получилось, человек не работает, а выплаты получают. Бывают вообще такие случаи? Да, конечно, у нас случаи бывают, потому что многие из поликлиник у нас перешли работать в стационары, в госпитали ковидные, поэтому нам приходит уведомление из лечебного учреждения, где ранее работал, либо же сам, сам сотрудник нас уведомляет о том, что он сменил место работы, и выплата прекращается. Так, хорошо, какие еще мероприятия? Еще одна из выплат, которую мы предусмотрели для медицинских работников, это компенсация в 50-процентном размере родительской платы за детей в возрасте от полутора до шести с половиной лет, посещающих частные дошкольные детские сады. Я тоже считаю, что это достаточно хорошая мера, все-таки 50% компенсировать за оплату детского сада. Еще одна из мер, это денежная выплата на оплату жилого помещения коммунальных услуг, тоже предусмотрена для медицинских работников. В этом году администрация города с учетом посланий губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова разработала и внедрила новую меру, но не для медицинских работников, а, так скажем, для будущих медицинских работников. Это предоставление ежемесячной выплаты в размере тысячи рублей студентам и ординаторам государственных медицинских вузов, заключивших договор на целевое обучение с медицинскими учреждениями на территории Самары. То есть мы уже создаем благоприятные условия для наших студентов и ординаторов, чтобы они вернулись в наши учреждения и работали на благо нашего города, для наших жителей. Очень хорошие меры соцподдержки. Скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, а вот бывает, ну, работает человек, занят, не знал о вот этих мерах. Можно ли в конце года подать заявление и получить, скажем, за предыдущий месяц, либо это вот помесячная выплата и нужно ее оформлять? Вот конкретно про новую выплату сейчас хочу проговорить. Значит, эта выплата у нас будет реализовываться впервые. Сейчас у нас заканчивается процесс согласования порядка предоставления этой выплаты. Она будет оказываться по заявительному принципу. То есть все-таки один раз к нам должен будет прийти заявитель в департамент. И хочу обратить внимание на период. Это с 1 декабря по 10 декабря. То есть срок короткий. Очень короткий. Учитывая, что это все-таки конец года, но выплата будет предоставлена за 4 месяца. То есть с начала учебного года, с сентября по декабрь. Обратиться к нам, конечно, желательно прямо вот до 10 декабря. Нами сейчас направлено письмо в Министерство здравоохранения о внедрении новой этой выплаты. Соответственно, чтобы они могли максимально увеличить к нам поток заявителей. И в лечебные учреждения, которые заключили целевые договоры. Я все-таки хочу обратить ваше внимание, каким образом можно оформить эту выплату. Обязательно ли приходить, либо можно через портал Мои Документы, через портал Госуслуг. Или, может быть, письменно как-то направить, дистанционно, чтобы не создавать и очередь. И, сами понимаете, в такую сложную ситуацию. Да, 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 конечно. Ну, во-первых, у нас учреждение работает по предварительной записи. Поэтому не придется стоять в очереди, тратить лишнее время нашим заявителям. Но, к сожалению, все-таки прийти к нам придется. Обратиться нужно будет в районные отделы Центра обеспечения мер социальной поддержки. То есть обязательно по прописке еще нужно идти? Да, да. Зарегистрированным на территории города предоставляется данная выплата. Хорошо. Многодетные семьи. Еще одна категория, которая требует, конечно же, особого внимания. Ирина Николаевна, я прошу вас рассказать, какими льготами и выплатами они могут воспользоваться? Здесь хотелось бы подчеркнуть такой факт, что ежегодно нашим департаментам выпускается справочник о льготах, выплатах и пособиях, действующих на территории Самары. В данном справочнике есть раздел, который посвящен именно многодетным семьям. Сейчас я остановлюсь на выплатах, которые предоставляются из местного бюджета, то есть конкретно из городского бюджета Самары. Первое, что бы мне хотелось подчеркнуть, это улучшение жилищных условий наших многодетных семей. Социальная выплата предоставляется на приобретение либо строительство жилья многодетным семьям, имеющим пять и более детей. Выплата предоставляется индивидуально, расчет ведется исходя из нуждаемости состава семьи и стоимости квадратного метра. То есть это выплата, это не кредит, это не деньги в долг, это выплата, которая предоставляется безвозмездно. Безвозмездно, но все-таки даже и документов никаких не нужно предоставлять на покупку стройматериалов, оформление, к примеру, участка, покупка дома, квартиры? Нет, здесь требуется подтвердить свою нуждаемость и, соответственно, категорию многодетной семьи, пять и более детей. То есть вот это, можно сказать, единственное условие наличия пяти и более детей, которое дает право на получение этой выплаты? Я бы, конечно, так не сказала. Я просто хочу сразу обозначить круг лиц, которые могут рассчитывать. Ну, естественно, это категория пять и более детей, это первое, что мы требуем. А дальше у каждого есть свои нюансы, поэтому для того, чтобы получить подробную консультацию, всегда можно обратиться. У нас есть отдел, который предоставляет эту выплату на Кубышева, 48 располагается. Туда подойти, опять же, по предварительной записи и получить полную консультацию, подробную. Да, еще один момент. Родных детей, усыновленных, опека, это имеет значение? Это все включается. Это все включается, да? Хорошо, продолжайте. Еще одна социальная мера, которая предусмотрена у нас для многодетных семей с тремя и более детьми, это снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Здесь мы работаем по двум направлениям. Это, оказывается, содействие в установке приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Предоставляется компенсация затрат на установку приборов учета. И также эти семьи имеют у нас право получать выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг. Я бы здесь, знаете, как сказать, что, учитывая категорию этой семьи, значительные финансовые затраты из бюджета семьи тратятся на эту статью, то есть оплата жилищно-коммунальных услуг. И здесь эта мера очень у нас востребована. Очень много обращается к нам семей за данной выплатой. Я бы хотела сказать, что выплаты здесь существенные, то есть учитывая, что многодетная семья. Поэтому все, кто не обратился, пожалуйста, приходите. Я думаю, что вы получите хорошую поддержку для своего бюджета семьи. Также мы предоставляем льготные талоны на помыв муниципальных банях. Тоже не все семьи у нас живут в изолированных благоустроенных квартирах. И многие с удовольствием у нас пользуются услугами наших муниципальных бань. Ну, это еще и плюс здоровья, конечно. Да. Если говорить, опять же, о новшествах, которые были предусмотрены в этом году. Мы все с вами знаем, что у нас, к сожалению, достаточно часто происходят пожары. И чтобы предотвратить и как-то помочь многодетным семьям в этой ситуации, нами предусмотрена бесплатная выдача автономных пожарных извещателей. На сегодняшний день уже более 6 тысяч семей воспользовались этим правом и получили датчики дыма. Для тех, кто не успел получить бесплатно эти датчики, предусмотрена компенсация затрат на приобретение этих датчиков. Поэтому, пожалуйста, с удовольствием, опять же, ждем. Ирина Николаевна, если о чем-то мы сегодня с вами не успеем сказать, я хочу спросить вас о сайте вашего, насколько он понятен, информативен, и все ли там, вот вы сказали, что вы пускаете справочник, а я имею в виду электронный носитель есть, где можно ознакомиться со всеми выплатами, позвонить на горячую линию и уточнить, подходит ли та или иная семья, та или иная категория под конкретную выплату, если мы вдруг полагаем, что она нам нужна? Всегда за подробной информацией можно обратиться на сайт администрации города, в раздел на нашу страничку зайти, Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, и там достаточно понятно и подробно расписаны все наши меры. Поэтому указаны все телефоны, по которым можно обратиться и проконсультироваться, адреса, поэтому, пожалуйста, всегда можно зайти на сайт и все подробно узнать. Хорошо. На что и каким семьям, каким категориям нужно обратить особое внимание в конце года, ну, чтобы вот заручиться вашей поддержкой, не упустить получение какой-то вот важной, жизненнеобходимой, я, может быть, даже сказала, выплаты? У нас предусмотрена очень хорошая мера социальной поддержки – это единовременная материальная помощь для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я сейчас не говорю, конечно, вдруг это пожары, какие-то стихийные бедствия и так далее. Это само собой разумеющееся, и средств бюджета города оказывается помощь. Но если вдруг, вдруг, к примеру, в условиях пандемии человек лишился работы, значительно сократился доход семьи, опять же, из-за введенных ограничений, всегда можно обратиться в наш департамент, рассказать свои, так сказать, беды, поделиться с нами. И один раз в год можно воспользоваться этой мерой и получить единовременную материальную помощь. Ну, а это можно на эти меры поддержки рассчитывать от администрации города, я так понимаю. Ну, а если вдруг пожар или какая-то вот еще трудная жизненная ситуация, так же оказывается поддержка, Ирина Николаевна? Вы знаете, мне кажется, вот в нашей службе работают настолько неравнодушные люди, и кто бы к нам ни приходил, мы пытаемся оказать всестороннюю помощь. Даже если, может быть, это не наша компетенция, мы обязательно подсказываем, куда нужно обратиться, с чем обратиться. Можно сказать, за ручку берем и ведем туда, куда окажут помощь, где окажут помощь человеку. Вот еще какую поддержку оказывает департамент, и как вы сотрудничаете с теми же волонтерскими организациями, у нас есть один видеосюжет, и давайте его посмотрим. Тимуровцы 21 века. Так пенсионерка Людмила Суркова называет приходящих к ней волонтеров городского штаба Всероссийской акции «Мы вместе». После звонка в штаб они приносят продукты, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ. Я же выписываю газеты всю жизнь. Вот отсюда я узнала. Позвонила по телефону. Это большая помощь. Это очень большая помощь. Без них нам, старым людям, не обойтись. Никаких сложностей и путаницы не возникает. О безопасности тоже позаботились. Волонтера и заявителя связывает общий секретный код. Во-первых, я обучаюсь на направлении социальной работы. И это как бы даже прям потребность такая. И просто самой захотелось помогать людям. Сначала поступает заявка. В колл-центр она оформляется. Затем она отправляется волонтером. Волонтер с этой заявкой, со списком продуктов. Идет в магазин, покупает все необходимое. Прикладывает чек. И приходит к нуждающимся, к тем, кто сделал заявку. Заявки на приобретение продуктов за счет средств заявителя и доставку принимают в колл-центре городского волонтерского штаба «Мы вместе» по телефону горячей линии. Сюда могут обращаться пожилые жители Самары. Те, кто проживает одиноко, ограничены в передвижении или находятся на самоизоляции. Заявки передают в районные филиалы городского штаба. А там адреса распределяют между волонтерами. Обращение принимают с 9 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу. Ирина Николаевна, скоро Новый год. Скажите, пожалуйста, елка желаний будет в этом году. И расскажите об этом мероприятии, если кто-то об этом слышит впервые. Да, обязательно. У нас эта елка будет проходить 15-й раз уже. Елка желаний у нас, можно сказать, юбилейный этот год. Акция стала замечательной традицией доставлять радость и исполнять желания наших маленьких самарцев. Это те детки, я бы сказала, наверное, которые требуют особого внимания, проживают в наших социальных приютах. И здесь, я думаю, что все мы можем себя почувствовать волшебниками и исполнить желание какое-то заветное тех детей, которые нам напишут свои мечты и пожелания на елку желаний. Сделать это абсолютно просто. Что, пожалуйста, нужно сделать? Нужно прийти в наш департамент на Куйбышев 44, где будет расположена эта елка желаний, снять открыточку, любую, любую абсолютно открыточку, и почувствовать себя волшебником, как я уже говорила, купить тот подарок, который хочет ребенок, либо лично, либо если вдруг у нас будут введены какие-то ограничения, просто через администрацию учреждений социальных приютов передать это ребенку. То есть это абсолютно просто. Акция у нас продлится, как правило, весь декабрь. Самое главное, хочу вычеркнуть, что мы обязательно отслеживаем, чтобы ни одно желание у нас не осталось неисполненным. Мы ведем учет всех этих открыточек, которые к нам поступают, и обязательно все желания детей исполняются. В этом году, я думаю, что с удовольствием у нас откликнутся все жители города, потому что за все время проведения этой акции более 40 тысяч самарцев поучаствовали в этой акции. Соответственно, подарили 40 тысяч подарков. Ирина Николаевна, как же столько открыток может поместиться на елку? И с каждым годом желающих, желающих у нас все больше и больше. Я думаю, что традиция не будет нарушена, и в этом году также у нас граждане активно примут участие в этой елке желаний. Ирина Николаевна, но все-таки, подводя небольшие итоги уходящего года, скажите, пожалуйста, вот сколько в течение года мер поддержки было оказано вашим департаментом, и сколько людей получили реальную помощь? Если есть, подвели уже такие цифры, статистики, озвучьте. И вот, наверное, самая главная ваша миссия, как вы считаете, в чем? Значит, социальные меры поддержки. У нас их оказывается только из средств городского бюджета. Около 30 мер предусмотрены для различной категории. Ежегодно за мерами поддержки обращается у нас от 12 до 14 тысяч жителей. То есть я считаю, что это достаточно хорошая цифра, согласитесь, которая получает у нас меры поддержки. Наша миссия, я считаю, что самая благородная вообще на этой земле. Наша миссия – созидать, вдохновлять и помогать людям, которые обратились к нам за помощью. Наша цель – чтобы ни один гражданин, который обратился в нашу службу, не ушел неудовлетворенным. То есть обязательно получил помощь, поддержку, не только материальную, но и моральную в том числе. А она порой очень важна. Спасибо вам большое, Ирина Николаевна, за интересную беседу. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Но если вам нужна поддержка, обязательно обратитесь в департамент опеки. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова